Если в первое время все сводилось к уропатриотическим лозунгам в Армении, обвинениях азербайджанцев и заверениям в скорой победе, то сейчас, после череды проигранных сражений, армянские журналисты и политологи несколько приблизились к действительности и принялись искать причины военных неудач. Армянское издание «Иратис» рассуждает о философии армянского поражения. По публикациям очень заметно, однако, что пишущие братья, как и все в Армении, ошарашены молниеносным наступлением азербайджанской армии, да и вообще неожиданно грянувшей войной. За 30 лет статус-кво Карабаха закрепился не только на политическом уровне конфликта, но и в умах армян. Азербайджанская земля уже на подсознательном уровне воспринималась только как собственная армянская территория. Во многом, конечно, тому способствовала рьяная пропаганда с фальсифицированной историей, но в какой-то момент и она, в принципе, уже особой роли не играла. В армянском обществе уже и не представляли, что когда-нибудь придется чужие земли возвращать. И вот захваченные, с этим ведь уже сроднились в Армении, что давно уже считали своим, отбирают, причем жестко, с помощью оружия, вдрызг разбивая миф, как о непобедимости армянской армии, так и о увековечивании собственности в виде огромных территорий. Как, почему такое возможно? Сметение воцарилось в умах самых трезвых аналитиков, что писать, как преподнести это армянскому народу. Азербайджан официально сообщает о взятых населенных пунктах, стратегических высотах и важных транспортных коммуникациях, то в Армении и это под запретом. Однако при современных информационных технологиях мало что можно утаить, так что армяне осведомлены о поражении своей армии. Как на это реагирует общество? Какую информацию все же следует доводить до народа? Как настроения в тылу сказываются на боевом духе воюющих? Этими и другими вопросами задается Арам Сарксян из газеты Иратис, причем за невозможностью прямо высказать свои мысли, переводит все в плоскость размытых философских тезисов. Немыслимое прежде признание того, что армян закармливали байками о мнимом благополучии, сказками о растущем могуществе, о том, что весь мир только и мечтает, чтобы что-то сделать для Армении. Но пришла война и нереальное растаяло, как прошлогодний снег, а действительность оказалась для них жестокой и беспощадной. Как считает журналист, результатом впаривания нации нереальной картины экономической и политической ситуации в стране стал практически поголовный конформизм, бытующий даже сейчас, накануне грандиозного поражения в войне. Большинство не против самообмана о военной ситуации, не против получения информации, далекой от правды, но не тревожащей. Но если в мирное время это относится к сравнительно безопасным темам, не чреватых катастрофическими последствиями, то в условиях войны они могут стать фатальными для общества. По словам Сарксяна, армянское общество смирилось с самообманом, так легче жить. Но так ли уж армянское общество хочет знать правду о происходящем? Как утверждает журналист, вовсе нет. Хотя многие в стране понимают, что предоставляемая информация не всегда полная, но предпочитают, чтобы их обманули, хотят слышать, что все под контролем, и верят, что это действительно так. А если кто-то вдруг осмеливался выразить сомнение, на него сразу наклеивают ярлык непатриота, обвиняют в том, что выбрал неподходящий момент для выражения своих сомнений. То есть не прямо, а под псевдофилософским флером, автор Иратис, пытается сказать, что и сейчас армянский народ пичкают ложью, уводят как можно дальше от действительности, но привыкшие к вранью на государственном уровне люди и сами отнюдь не стремятся знать правду. Примерно через 25 дней после начала войны, когда была показана карта фронта, люди были потрясены, увидев неудачи на фронте. Вторым потрясением, указывает журналист, стало обращение к нации премьера Пашиняна, в котором он заявил, что Армения стоит перед критическим выбором между болезненным компромиссом и капитуляцией, чем, по мнению Арама Сарксяна, только способствовала общественной истерии. Если бы две недели назад прислушались к Манукяну и некоторым политическим партиям и сменили Пашиняна, то, возможно, сейчас ситуация была бы не такой ужасной. Само слово, возможно, красноречиво свидетельствует о том, что сам Арам Сарксян в это не верит, но, как и ненавистные ему конформисты, предпочитает самообман.